Образование является одной из самых важных грани нашей жизни, дошкольной в частности. И совсем недавно на одном из тюменских форумов, родителями очень живо, обсуждалась инициатива увеличения детей в группах детских садов. Вопросов оказалось больше, чем ответов. Чтобы расставить все точки над «и», Андрей встретился с директором городского департамента образования. Запись интервью прямо сейчас. Андрей Довардович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вообще, да, насколько стоят дела у нас с детскими садами в нашем городе? Надо сказать, что с детскими садами в нашем городе постоянно происходят положительные изменения. То есть открываются они? Открываются новые. Ну, достаточно две цифры. Если в 2012 году у нас в сады ходило 37 тысяч деток, то в этом году ходит уже, посещает 39 тысяч деток. И большая часть мест создана вновь. Это вновь открытые детские сады, причем в самых сложных по этой проблематике районах. Это, прежде всего, Заречный микрорайон, второй корпус детского сада 160. Это детский сад 185 Николаша в микрорайоне Малахова. Это детский садик, который открыли совсем недавно, 186-й, под названием «Волчок» во втором Тюменском микрорайоне. А это значит, что в буквальном смысле сотни родителей не будут возить своих деток в детские сады в центре города. А это значит, что даже и дорожная ситуация должна быть помягче. Но вот количество детских садов, которые открываются, новые, да? Этого количества все-таки достаточно или нехватка еще есть? Вот здесь очень разные могут быть суждения. Надо отметить, что количество мест в детских садах в нашем городе сейчас больше, чем в советское время. А, процентное соотношение деток меньше. Но при этом дефицит мест сохраняется. Он прежде всего касается деток сейчас, 2011-2012 года рождения. Это те, кто должны пойти. Практически все места 10-го года рождения удовлетворены, потребность в местах. Планы на будущий год тоже очень хорошие. Это очень важно. Потому что мы ожидаем в марте месяце ввод в действие детского сада на 260 мест в Заречном микрорайоне. А это один из сложных районов в этом отношении. И один из самых расстраиваемых. Да, и быстро растущих, да. Кроме этого, мы очень ждем, и в будущем году будет введен в строй действующих детский садик в Восточном-2. Большой роскошный садик на 340 мест, да. Мы либо в конце этого года, либо в начале 2014-го введем в действие детский сад 184 в микрорайоне МЖК, где на базе Центра Мария вместо 4 групп у нас появится 14 групп. Совершенно новый, совершенно комфортный садик получается. Кроме этого, мы вернули в сеть детский садик, который долгое время находился в руках, значит, негосударственного владельца по улице Рижской, 82А, и в будущем году капитально отремонтируем и введем в действие. То есть планы хорошие, я надеюсь, что они воплотятся в жизнь. Вот сейчас затронем тему, которая касается наших жителей. Вот недавно, может быть, вы в курсе этой ситуации, когда на одном из немецких форумов обсуждалась тема увеличения количества детей в группах. Как нам показалось, родители немножко не разобрались в этом вопросе. Вот хочется сейчас пояснить, то есть будет ли действительно увеличено количество детей в группах. Я должен сказать, что в настоящее время 39 тысяч детей ходят в наши детские сады, но при этом, к сожалению, мы не добились приемлемой посещаемости. Средняя посещаемость 70% в целом по году. При этом в отдельные сезоны она еще меньше становится, ну, в период массовых отпусков, например. Тогда давайте простые арифметические действия произведем. 39 тысяч детей, 30% не ходит, это каждый день больше 12-13 тысяч мест в детских садах свободно. При этом очередь деточек 2011 года в целом составляет 6,5 тысяч. То есть даже не надо детских садов строить, только потому что у нас всегда есть свободные места. Мы сегодня, вот учитывая все вот эти обстоятельства и наличие свободных мест, ну, достаточно пример привести, недавно я был буквально в детском саду, очень востребованном, по списочному составу 3-4 ребенка. В группе. В группе, да, в сончас в группе находилось, спало 9 деточек. 9. При этом утром было чуть больше. Но, понимаете, когда родители паникуют, они, наверное, смотрят на так называемый списочный состав. Но при этом я бы родителей призвал вместе с заведующими, вместе с воспитателями, нашими коллегами, посмотреть, а какова же фактическая посещаемость для того, чтобы все точки надо расставить. И когда сегодня мы принимаем новую технологию комплектования, если ранее мы комплектовали практически только летом, когда у нас выпускались детки, то сегодня мы комплектуем в течение всего года по мере взросления детей, по мере того, как они готовы начать посещать детский сад. Поэтому сегодня происходит плановая комплектация детских садов теми детьми, которые по разным обстоятельствам, либо это льготная категория, либо это остро нуждающаяся семья. Мы предлагаем им место в детских садах, там, где они, я замечу, реально, объективно есть. И этих детей мы приводим. Наши родители весьма, так сказать, подкованы в этом отношении. Они знают, сколько квадратных метров сегодня приходится на ребеночка в ясельной группе, в старшей группе. При этом там, где мы имеем возможность принять еще ребенка, это ни в коем случае, я хотел бы подчеркнуть, ни в коем случае не за пределами этой нормы. Категорически нет. Мало этого, ниже этой нормы. Просто ниже. Если мы добавляем детей, то это дополнительная нагрузка? То есть возникает вопрос, справятся ли они с этим? Ну, я думаю, что там, где 9 детей ходит и будет ходить 10-12, там, да, справиться легко. Но я утрирую. Мы призываем наших родителей к диалогу. Мы просто открытые всегда. Я думаю, что проблемы возникают из-за непонимания и, конечно, опасения за своего ребенка. Вот это святое. И здесь нельзя их упрекнуть в том, что вот это, значит, придумывается. Ну, самое главное, что сейчас родители, которые нас смотрят, я думаю, что мы внесли им ясность, что они по-настоящему могут за своих детей не переживать, потому что все делается для них. Андрей Эдуардович, спасибо большое, что зашли в время к нам зайти. Очень интересно, как всегда, и хорошего вам дня. Спасибо, Иван. До свидания.